Маленькие свидетели страшных событий. В Волгограде открылась выставка «Донбасс в огне глазами детей». Организаторами экспозиции стали представители общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление», активисты которой в 2014 и 2015 годах собирали рисунки детей беженцев с территорий тогда еще Луганской и Донецкой областей. Обстрелы из танков, бомбежка с воздуха, горящие дома, разрушенные школы и плачущее солнце, как символ всепоглощающей боли, детской боли. Эти рисунки – живое свидетельство преступлений киевского режима. Таким свой мир 9 лет назад, в 2014-м увидели сотни детей Донбасса и Луганщины. Выставка «Донбасс в огне глазами детей» открылась в Волгограде впервые. Посетить экспозицию в городе Герои на Волге смогли ребята из Свердловска Луганской народной республики. Они прибыли на героическую сталинградскую землю с экскурсией. В Волгограде выставка демонстрируется на площадке областной библиотеки для молодежи. До 22 апреля включительно посетить ее сможет любой желающий. Более 2000 вакансий представят 180 ведущих предприятий и организаций области на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она пройдет 14 апреля на площадках кадровых центров Волгограда, Волжского и Камышина. Участники смогут пройти собеседование с крупными работодателями области и принять участие в мастер-классах по эффективной самопрезентации. На площадках проведения ярмарки вакансий Волгоградской области каждый участник пройдет тестирование для выбора дальнейшей карьеры, сможет получить консультации по вопросам профессионального обучения и пройти онлайн-собеседование. Дистанционный формат расширит возможности трудоустройства для соискателей из отдаленных уголков региона. К участию приглашают старшеклассников и студентов, а также тех, кто уже получил образование и пока находится в поисках работы или планирует ее сменить. Главными площадками регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства станут кадровые центры Волгограда, Волжского и Камышина. В Кировском районе Волгограда продолжается строительство нового стадиона. Фок открытого типа возводят на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 16. Специалисты подрядной организации уложили искусственный газон на мини-футбольном поле, завершили монтаж модульной трибуны на 90 мест, установили систему освещения, которая позволит будущим чемпионам заниматься и в вечернее время. Чтобы путь к победам был безопасным, на основании из асфальта бетона подрядчики наносят специальное полимерное покрытие. Оно будет состоять из трех слоев и появится на беговых дорожках, воркаут-площадке и секторах для легкой атлетики. Общая площадь травмобезопасного покрытия составит 4000 квадратных метров. По завершении работ на него нанесут специальную разметку. Волгоградский музыкальный театр готовит очередную премьеру музыкально-драматическую фантазию «Два бойца». Спектакль создан по мотивам повести Лева Славина «Мои земляки» и одноименного кинофильма, который рассказывает о нерушимой фронтовой дружбе двух советских бойцов в годы Великой Отечественной. Авторы постановки, композитор Марк Самойлов и поэт Вячеслав Вербин старались не копировать известный сюжет, а создать самостоятельную театральную постановку. Рассказ о дружбе двух пулеметчиков Аркадия Дзюбина и Саши Свенцова дополнили новыми сюжетными линиями. Ждет зрителей знакомство с новыми персонажами, например, с артистами из фронтовой бригады ленинградской оперетты и студенткой Сашенькой. Особый акцент постановщики сделали на историческую достоверность. Уже закуплены шинели, телогрейки и ватные куртки образца 41-го, макеты пулеметов ДП-27, винтовки Мосина. При создании костюмов авторы обращались за консультацией к специалистам военно-исторического общества, уточняли детали. Всего для спектакля изготовят 115 костюмов, 76 головных уборов, 46 пар обуви. Это не только военная форма, но и гражданская одежда. Первые показы героической музыкальной драматической фантазии «Два бойца» состоятся 5, 6, 10, 20 мая, а также 22 июня в День памяти и скорби. Билеты уже в продаже посетить спектакль можно будет и по пушкинской карте. Редактор субтитров А.Семкин